Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по рождественскому синопсису. Синопсис – это согласование евангельских текстов по одной теме, в данном случае теме Рождества Христова. И сегодня мы будем говорить о поклонении пастухов. И мы читаем Евангелие от Луки, 2 глава, с 15 по 20 стих. Этот текст начинается словами «Когда ангелы отошли на небо, пастухи сказали друг другу «Пойдем в Вифлеем и посмотрим». Я напоминаю, что слово «Вифлеем» по-еврейской «бетлахэм» означает «дом хлеба». То есть пастухи говорили «Пойдем в этот дом хлеба и посмотрим». Святые отцы обыгрывали эту тему. Они говорили, что в доме хлеба в Бетлахэме родился колос, который евхаристически напитал всю эйкумену христианскую, то есть всю христианскую вселенную. И когда нам кто-то говорит «Пойдем в дом хлеба», а в литургическом значении этих слов мы должны испытывать радость. Сам Христос говорит о себе, что Он есть хлеб, сошедший с небес. «И кто будет есть Его плоть и пить Его кровь, тот будет иметь жизнь вечную». И был такой случай, когда один татарский царевич прибыл в Московское царство, и ему христиане очень много рассказывали о том, что во время литургии хлеб и вино превращаются, прилагаются в тело и кровь Иисуса Христа. И он решил подойти и посмотреть, когда причащали верных. Он в окружении Смиты так осторожно, тихонечко подошел и заглянул в чашу. И Господь ему дал видение. Он увидел, что в этой чаше в крови лежит, как бы плавает в этой чаше младенец, а из его пробитых рук, пробитых ног и пробитого бока изливается кровь в саму эту чашу. Поэтому все это не случайно. Все названия Библии, личные имена людей, названия городов, сел – это все так называемые говорящие названия и говорящие имена. То есть все имеет некий смысл. Но вернемся к этому тексту. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, «Пойдем в Вифлеем», то есть в дом хлеба, «И посмотрим, что там случилось. О чем возвестил нам Господь? «И поспешив пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях». Итак, мы видим, что они, поспешив, пришли. Помните, как псалмопевец Давид восклицал? «Возрадовалась душа моя о сказавших мне, пойдем в дом Господень». То есть мы всегда должны испытывать радость, когда нас приглашают во дворы Господня, в дом Божий, чтобы там пребывать с Его народом. И вот они с поспешностью идут. И здесь мы можем согласиться с владыкой Аверкием, Аушевым, который настаивает на том, что, скорее всего, эти пастухи предоставили пещеру для святого семейства, так как из-за переписи населения все гостиницы были заняты. И они быстро нашли это место, потому что это была их пещера, куда они загоняли скот, а теперь они охраняли его, то есть недалеко от самой этой пещеры. Святитель Амбросий Медиаланский пишет, «А пастухи сказали, посмотрим, что это за слово возвестил нам Господь, и с поспешностью пошли». Владыка Амбросий Медиаланский, святитель, продолжает, «Видишь, пастухи спешат, никто не должен медлить в поисках Христа». «Видишь, пастухи поверили ангелу, и ты поверь Отцу и Сыну и Святому Духу». Ангелам, пророкам, апостолам. Смотри, с какой точностью Писание отвешивает слова. Оно говорит, что они поспешили увидеть слово. И в самом деле, когда видят плоть Господа, видят слово, то есть Сына. Не сочти малым этот пример веры. Не относись к пастухам, как к людям малозначительным. «Кто менее мудр, тот драгоценнее по вере». Не в гимнасиях, так в античном мире назывались учебные заведения, не в гимнасиях, переполненных мудрецами, но среди простого люда, искал Господь своих. Там, где не умеют приукрашивать и искажать услышанное, он ищет простоты, а не честолюбивых притязаний. Конец цитаты. Итак, святитель Амвросий Медиаланский настаивает на том, что мы не должны медлить в поисках Христа, потому что есть опасность, что мы можем и опоздать. Был такой случай в моей жизни. Я познакомился с одним человеком, который 20 лет сидел за веру в Иисуса Христа в сталинских концлагерях. И он рассказал мне удивительную историю о своем брате. Я ее хочу напомнить тем, которые ее не слышали. У этого человека, его звали Серафим Иванович, был брат по имени Николай. Николай был моложе своего брата Серафима и редко заходил в церковь. Он любил танцы, он любил слушать патефон, он любил увеселения, кинотеатры, то, что было в 30-х годах. И однажды, как рассказывал мне Серафим Иванович, он подошел к брату и испытал какую-то внутреннюю дрожь, как будто веяние ветра, и как бы не сам от себя сказал ему, «Коля, начни ходить в церковь, начни молиться, Коля, иначе ты можешь опоздать». И буквально прошел один день или два дня, Серафим, он работал пожарником, и вот звонят ему, он принимал как раз звонки, и спрашивают, «Вы, Серафим Иванович, такой-то?» Он говорит, «Да, это я. Мы нашли ваш телефон, вот в записной книжке человека, он попал в аварию. У него множественные переломы позвоночника, он в тяжелейшем состоянии. Его зовут Николай, вот документы при нем. Приезжайте быстрее в такое-то, такое-то место». Серафим сразу отпросился и поехал. Когда он приехал в больницу, через какое-то время к нему вышел врач и сказал, «Мы сделали все, что смогли, но, к сожалению, он скончался. Ваш брат Николай умер». Они смогли договориться, тело забрали через какое-то время домой, и началась обычная суета вокруг мертвого тела. Собрались родные, близкие, они обмыли тело, переодели, привезли гроб, уложили в гроб, и женщины суетились на кухне, а сам Серафим Иванович сел в комнате, где стоял гроб и попросил, чтобы ему дали время один на один побыть с братом. И он сел в кресло рядом с гробом и как будто провалился в какой-то то ли сон, то ли видение, и вдруг сразу он видит, открывается дверь, и заходит его брат Николай, молодой, здоровый, красивый, подходит к нему и говорит, «Сима, Сима, ты слышишь? Я опоздал!» Друзья, если человек опоздает на работу, он может написать объяснительную. Если человек опоздает на встречу с любимой, он может попросить прощения, подарить ей цветы, коробку шоколада или что-то еще, чтобы компенсировать эту неудачу, но опоздать, примириться с Богом – это самое страшное, что может произойти в жизни человека. Поэтому святитель Амбросий Медиаланский настаивает на том, чтобы мы спешили встретиться со Христом, как вот эти пастухи, они с поспешностью отправились после явления ангелов к тому месту, где родился отрача Млада. Отрача Млада и предвечный Бог открылся им. Итак, мы читаем, увидев же, то есть они пришли к святому семейству, увидев же младенца, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все, слышавшие, дивились тому, что рассказывали им пастухи, а Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за всё то, что слышали и видели, как им сказано было. Встреча со Христом меняет людей. Встреча со Христом делает каждого из нас новым человеком, необратимо делает каждого из нас новым человеком, чтобы мы, как пишет апостол Павел, ходили бы в обновлённой жизни. Святитель Амбруси Медиаланский пишет, «А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своём. Видим чистоту Святой Девы, во всём непорочное, непорочное в слове, так же, как и в теле, она собирала свидетельство веры в сердце. Если Мария учится у пастухов, почему ты отказываешься учиться у епископов?» Действительно, всё, что рассказали пастухи о явлении ангелов, Мария сложила в своём сердце, и позже она поведала эти слова апостолу Павлу, а евангелист Лука был сотрудником апостола Павла. И, по сути дела, Евангелие от Луки, написанное в результате тщательного исследования, это записанные в проповеди Павла. Но всё, что рассказывает о младенчестве Иисуса Христа и его детстве, исходит из сердца Пресвятой Девы Марии. Это как бы Евангелие Марии, то, что мы видим, рассказ о Рождестве в Евангелии от Матфея и о Рождестве в Евангелии от Луки. То есть, этой частью Священное Писание исходит из её пренепорочного сердца, куда она с любовью складывала эти воспоминания, чтобы потом передать другим людям. Итак, сегодня мы провели ещё одну беседу по рождественскому синопсису. Если мы будем живы, Господь позволит, будут следующие беседы. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых встречах. Берегите себя. Спасибо всех, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok